Ребят, привет! Слушайте, у меня такая возникла идея делать ролики, как только какой-то возникает вопрос, как только у меня появляется какая-то идея, ну, дать какой-то ответ, либо что-то осветить, там, не делать, там, вот у меня был план, допустим, какой-то последовательности, я решил этого не делать, потому что я заметил, что я там что-то забываю, что-то упускаю и так далее. И вот по свежаку, вот я прочитал комментарий у Ромки, у Стельмаха, там, задавал парень вопрос, не вспомню сейчас, как зовут, потом, ну, ссылочку ему просто скинул на этот видос, хотя, в принципе, там ответил, но, наверное, проще будет просто послушать, чем читать. Смотрите, он задавал вопрос о том бюджет на день проживания в кемпере, вот, и однозначного ответа на это нет. Почему? По той простой причине, ну, я там приведу аналогию, к примеру, вот я вегетарианец, я там не кушаю, рыба, мясо, там, да, там, икру и прочее, да, там, я не употребляю алкоголь, я не употребляю никакие виды наркотиков, ну, вот, и человек, у которого, допустим, в рационе присутствует мясо, рыба, присутствует какой-то там, не знаю, там, пусть там не очень дорогой, но все-таки там алкоголь, там, какое-то вино, там, да, или виски, это будут разные бюджеты, вот, я скажу так, что вот в Португалии и Испании у меня приблизительно на 10 евро покупки продуктов на, ну, да, на 10 евро покупки продуктов в магазине мне хватает на питание где-то на неделю, вот, сюда включается там сыр, там, хлеб, какие-то там крупы, там, оливки, ну, что-то из овощей, фруктов, но, опять-таки, я, допустим, тоже, как бы, не злоупотребляю, я смотрю, что сколько стоит, да, если, допустим, есть бананы, там, в одном магазине, там, по евро 30 за килограмм, а в другом они на скидке, к примеру, там, по 90 центов, понятно, я беру дешевле, я на это обращаю внимание, вот, у меня бывает расход 20 евро в магазине, это если я покупаю, я пью кофе, я курю сигареты, да, есть вот, вот, единственные, наверное, виды наркотиков, которые я употребляю, это если я покупаю кофе, и что еще у меня там бывает, а, если я покупаю авокадо, вот, авокадо здесь дорогое, да, то тогда у меня выходит бюджет, там, покупки продуктов, где-то 20 евро, вот, в остальном, смотрите, какая штука, опять-таки, почему я говорил, разный стиль жизни, разные потребности, да, кто-то хочет в экстра-экстра комфорте находиться, да, и становится на платный паркинг для кемперов, да, для кемперов, караванов, то есть там, где под боком у тебя вода, слив дренажа, слив для кассеты для биотуалета, и эти паркинги могут начинать с ценника 4 евро и заканчиваться 25 евро в сутки, да, ну вот, я на таких паркингах не стою, я заправляю чистую воду, ну, в любых доступных бесплатных местах, вот, в Испании, Португалии, это нет никакой сложности заправить воду на бензоколонке, то есть это может быть как вода типа для омывателя, но это нормальная водопроводная вода, такая же, как и вот поступать в квартиры, ну вот, слив тоже, как бы, я не морочусь, если есть возможность, я подъезжаю к дренажу, сливаю, если вот как в данный момент я стою, у меня там, прямо вот 2 метра огромное поле, я там сливаю прямо, вот, у меня шланг, он сливается, вот, вода там из душа и посудомойки, она у меня сливается на землю, ну вот, опять-таки, кассеты биотуалета тоже, я, конечно же, там стараюсь пользоваться там бесплатными общественными туалетами, но если я пользуюсь, то в этом сложности там утилизировать эти отходы тоже нет никаких, ну вот, и опять-таки, вот, стиль жизни, смотрите, может быть, вы там будете передвигаться, там каждый там, ну не день, может, каждые 2-3 дня там проезжать там, ну, по 300 километров, да, и для моей машины это где-то 10 литров на 100 километров, и по португальским и испанским ценам это там где-то от евро 20 за литр, но можно в Испании найти там на гипермаркетах, там, да, за 98 центов солярку, да, но это если вы передвигаетесь, если вы стоите, у вас расхода по солярке нет, почему я говорил, что у каждого свои особенности, не только в питании, не только в режиме передвижения, там, использование, допустим, газа, к примеру, газ здесь стоит, я там заправляю баллон там где-то 20 литров, я за 20 литров плачу там 10 евро с центами, вот, но опять-таки, я не особенно активно использую газ, у меня расход немножечко ниже, чем у многих, потому что у меня стоит большая солнечная энергостанция, и днем, когда достаточное КПД этой энергостанции, я там использую электрический чайник, я там холодильник переключаю на 220 вольт, ну вот, и если, допустим, в Беларуси у меня хватало где-то 2 баллона на месяц, то здесь, я еще не считал, я думаю, будет меньше, вот, и вот из этого исходите, то есть, как бы, по сути, по сути, то есть, нету никаких уникальных каких-то дополнительных расходов, если вы стоите на обычном бесплатном паркинге, если вы заправляете воду, доступную бесплатно, и если вы там не посещаете там рестораны дорогие, там, не покупаете дорогой алкоголь, там, или какой-то там, ну, уникальные продукты, то, я думаю, ваш бюджет будет даже, даже, там, ниже, чем, к примеру, в той же Беларуси, либо России, особенно, если вы находите вот в таком, к примеру, достаточно комфортном и теплом южном регионе, потому что тут у вас отваливается там потребность, там, каких-то там зимних дополнительных расходов в плане одежды, у вас отпадает дополнительный расход по газу, по отоплению, ну, и вот такие вот вытекающий фактор, то есть, никакого уникального, какого-то бюджета нет, то есть, ну, опять-таки, у вас отпадает оплата коммунальных услуг за квартиру, ну, и прочего, ну, вот, по сути, вы оплачиваете только питание и газ, больше расходов нет, если вы куда-то хотите ехать далеко, значит, у вас добавляется топливо, ну, и, само собой, ежегодное ТО, то есть, это замена масла, там, фильтра, ну, вот, если у вас нет никаких поломок, ну, наверное, как бы, лишнего сказать, больше ничего не хочу, грузить не хочу, если будет что-то непонятно, то можно спрашивать, если прямо кто-то что-то скрупулезно хочет выяснить, касаемо кемпера, касаемо, там, такого рода путешествий, то есть, нет проблем, я не закрытая личность, я не в розыске, я доступен, можно мне написать, я могу дать какие-то ссылки на социальную сеть, Facebook, при необходимости я дам контакты, через которые можно со мной связаться в WhatsApp и напрямую, там, не знаю, задать вопросы, там, посоветоваться, проконсультироваться, все, народ, мир, выбирайтесь из дома, как бы, мир огромный, мест прекрасных много, много, не обязательно, допустим, выбирать южные регионы, как бы, я думаю, на этой планете есть много прекрасных мест, которые стоит, ну, как минимум, посетить, ну, а мне кажется, возможно, и даже продолжительное время жить, все, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok